ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Чтобы полностью отбить его фигуру, сначала заклевываем наш фон заранее заготовленным трафаретом. И в местах, где трафарет чувствует себя слишком вольно, поджимаем утяжелителями. Так как варвар в основном будет состоять из флуоресцентных красок, первый слой значит у нас какой будет? Правильно, белый. Почему просто баллончиком не залить? Нет белого. Вообще валиком не замазать. Так теперь? Ну да. Структура такая же. Базаришь. Теперь нужно закрасить все открытое пространство. Конечно, большую площадь удобнее закрашивать валиком классическим образом. Но когда дело доходит до краев, то велика вероятность подцепить трафарет и залезть на фон. . Бля! Ёб твою мать! Так закосячить. Ну вытирай быстрее. И хочет, а то вы в своем художественном художественном делаете. О, смотри, как все грамоты Павел сказал. Пиздец, спасибо, Павел. Да нет, что ли. Поэтому для отбивания ровного контура я все-таки рекомендую тампонирование. Теперь, пока слой сохнет, приступим к выборке трафарета. В этой работе я руководствуюсь принципом от самого яркого к самому темному. Поэтому первым делом вырезаем самые светлые, белые участки. Чтобы не закрасить лист с изображением слоев, снимаем его. А вот подложка как раз и сыграет роль трафарета. Фиксируем ее в нужном положении. Утяжелителями может быть все что угодно. У меня, например, гаечки. Весь персонаж будет выполнен флуоресцентными красками. И начну я, пожалуй, с оранжевого. О последовательности цветов я так особо и не заморачивался. Взял первый попавшийся. Почему я, собственно говоря, положил первым слоем белый цвет? Да все просто. Флуоресцентные краски наиболее ярко показывают себя на светлых поверхностях. Так как не являются особо укрылистыми. На черном, например, их вообще еле заметно. В общем, закрашиваем выбранные участки. Ну, с виду хуйня. Конечно, хуйня. Пойдем. Да полный вообще. Чтобы продолжить работу над трафаретом, вклепаем обратно вырезанные части. Так надо. Потом будет понятно зачем. Далее действуем по тому же принципу. Вырезанными фрагментами закрываем закрашенные места и наносим последующие слои. На момент, когда последний уже нанесен, трафарет нам уже больше не нужен. Избавляемся от него. Сейчас становится понятно, что в некоторых местах краски слишком мало. Нужно повторить процедуру. Иногда в творческом процессе участвуют мои друзья. Я нисколько не против подобного содействия. В конце концов, это ускоряет процесс. Все, хорошо. С этим розовым ты разобрался. Переедешь на склад трех минут. Давай, блядь, и телек. Давай как-то, знаешь, что сделаем? Перевернем все это дело. Вот этот вот сын, топор перекрывай, блядь. Да, да, да. Только ты не это, не тряси. Хорошо. Дядь Паш. Говори, Сергей. Ты за Xbox-ом-то идешь, нет? Не, Волг говорит, нельзя. Не надо. Блин, волнуйся. На этом этапе вся прорисовка выполняется вручную. Это позволяет дополнить изображение мелкими деталями и внести разнообразные корректировки. Некоторые элементы удобнее нарисовать кисточкой, нежели выполнять их с помощью трафаретов. Порой это занимает очень много времени. Вплоть до нескольких дней. Тут главное вовремя остановиться. Это, конечно, не обязательно, но лично я предпочитаю в конце покрывать картину лаком, благодаря чему она выглядит богаче и может дольше сохраняться в первозданном виде. Я решил сделать нестандартный крепеж, чтобы картину можно было повесить на стену. Для этого проделываем отверстия в верхней части полотна, чтобы потом продеть в них плотную веревочку. Погоди. Что-то у меня тут подозрения дурацкие. Давай, 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 давай. Другой делаем. Фиксируем все это дело с помощью узлов. Простой и дешевый вариант, а главное, смотрится гармонично. Можно, конечно, заморочиться и сделать рамку. Выглядит посолиднее, но в нашем случае это ни к чему. Так, подпись, все дела. И подарок готов. Можно идти презентовать. Рама, поздравляю тебя с днем рождения. Я знаю, что оно было три месяца назад, но лучше поздно, чем никогда. Ну. Поздравляю. И, кстати, да, вот в чем прикол флуоресцентных красок. Под ультрафиолетовой лампой они начинают дичайше светиться кислотными цветами. Я испытываю искреннее наслаждение, смотря на этот эффект. И в дальнейшем, я думаю, с ним можно замутить реально интересные штуки. Так всегда было в первый раз. Все, все пошло не так. Все пошло не так. Надо поджарить немножко. Пиздец. Ну все. Вообще все пиздой пошло. Потому что, блядь, холмдуршечек. И все у тебя, блядь, такое вот. Да я зажигал. Да не дам. Ну все пиздец тогда. Приплыли.